Автокатастрофа Евдокимова, землетрясение 2003 года и даже падение Челябинского метеорита. Эти события Александру Назарову стали известны еще задолго до момента происшествий. Небесные тела подсказали, а точнее планеты, практикует астролог с 1994 года. Помогают ему в этом звездные схемы и карты собственного изобретения. Инвестиции, развитие промышленности, бизнеса. То есть, в общем-то, планеты радужные, чего, к сожалению, последние 10 лет анализа не было. Хорошие перспективы как по бизнесу, так и по развитию медиа-структур, по строительству, причем как городским, так и особенно горных территорий. А вот его коллега Вера, чей стаж общения со звездами составляет уже целых 10 лет, предрекает краю более печальную обстановку. Как в политике, так и в обычной жизни. Простых граждан вновь просят затянуть потуже пояса. Всему виной грядущий период затмений. Период затмений для каких-то начинаний новых дел не рекомендуем. А у нас получается, что принят ряд законов. Поэтому, как это укнется, еще неизвестно. Для жителей края пока остается острым и вопрос безработицы, и доходов. А вот что сулит нам символ, свинья, эксперты говорить не берутся. Профессиональные астрологи на китайский календарь смотрят крайне скептически. Взамен предлагают за острийский, там и символ года, и зящный елань. И дарит она мудрые политические решения для края и страны. Ну а кому верите, чьим советам следовать, решать только вам. Валентина Аскерова, Ирина Харитона, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости.